На этом мониторе расположены пересечения улиц 30 лет победы, коммунальные, центральных улиц, город грязи, автовокзалы. Город грязи, как на ладони, 18 камер фиксирует всё происходящее на улицах и на автовокзале. Видео выводится на мониторы в дежурной части. Полицейские круглосуточно наблюдают за происходящим и в случае ЧП мгновенно реагирует. Она, конечно, даёт очень быстрое реагирование. То есть увидели правонарушение, сразу туда направили наряд, следственная оперативная группа. То есть она как-то более уже и нам облегчает работу и более оперативно начинаем работать, срабатывать. Грязи, Липецк и Елец – три пилотные территории, где внедряется комплекс «Безопасный город». В Ельце уже установлено больше 50 камер, в Липецке свыше 500. Более того, в новых микрорайонах областного центра внедрена уникальная система. Вызвать спасателей, полицейских или медиков можно по домофону. Систему признали передовой и на федеральном уровне. В регионе уверены – это только начало. Уже те комплексы, которые внедрены, дают положительные результаты. По ДТП на дорогах, по наведению порядка во дворах, по раскрытию преступлений. В целом это безопасность движения, это экологическая безопасность, это безопасность всех техногенного характера. Стоят датчики уровня повышения воды на реке Воронеже, в городе Липецке, допустим, датчики превышения ПДК по ЦО2, в городе Липецке здесь также. То есть это такой огромный комплекс, спектр работ. Еще один сегмент системы безопасности – единые дежурно-диспетчерские службы. В Грязинскую в сутки поступает около сотни звонков. Люди обращаются с самыми разными проблемами. Диспетчер на связи и днем, и ночью. Люди просят вызвать им скорую, полицию. Мы, конечно, это все вызываем, передаем заявки по назначению. О перспективах внедрения комплекса «Безопасный город» говорили в Грязях на научно-практической конференции. В ней приняли участие представители всех муниципалитетов. Отмечалось, в регионе сделано уже немало. Однако безопасность должна стать по-настоящему комплексной. Впоследствии мы заведем на единую дежурно-диспетчерскую службу ситуацию, которая может складываться на сетях тепла, газа, электроводоснабжения. То есть мы будем иметь полную картину. При осуществлении всех мероприятий внедрения аппаратно-программного комплекса в Липецкой области, мы будем иметь полный контроль над всеми теми очагами, где может быть провести какие-то аварии или техногенного характера, или другого. И даже контроль за отобработкой улиц антивледенением, покрытием, ну в общем все. Внедрение комплекса «Безопасный город» на контроле правительства страны. Реализация всех планов и решений будет иметь экономический и социальный эффект. Но главное, безопасный город позволит сохранить человеческие жизни. Руслан Харсиев, Ольга Бугакова, Алексей Великанов. Липецкое время. Город грязи.